В стенах средней школы номер 15, шестой школьный день, проходит особенно. Отложив учебники в сторону, юноши взяли в руки специнвентарь, чертилку, кернеры, ножницы для резки металла. На час кабинет трудов превратился в комнату приборостроения. Я считаю, что каждый мальчик должен уметь что-то починить дома, если что-то сломалось. Благодаря слаженному труду и несмотря на то, что я левша, может появиться такое великолепное искусство. Мастер-классы по двум профессиям – слесаря-ремотника и электромонтера – проходили под руководством опытных наставников, педагогов и выпускников Брестского государственного профессионально-технического колледжа приборостроения. В течение часа ребятам удалось освоить некоторые азы профессии. Слесаря-ремотники изготавливают декоративную розу из металла, электромонтеры учатся подключать простую электросхему. Я называю это всегда, когда выступаю перед ребятами, прикосновение к профессии. Одно дело услышать, другое дело посмотреть фильм, но когда ты на час-полтора становишься у верстака и начинаешь что-то делать, начинаешь подключать электрическую схему, ты на этот час становишься профессионалом в каком-то смысле. Поэтому вот такие мероприятия, которые сейчас практикуются и выездные, и у нас, на нашей базе, они наиболее эффективны, мне кажется, в профориентационном смысле. Профориентационный урок для ребят из 15-й школы был организован не случайно. Немало старшеклассников этого учреждения решаются связать свою жизнь с рабочими специальностями, которые на рынке труда Беларуси актуальности не теряют никогда. Большинство учащихся наших стараются, конечно, идти в высшие учебные заведения, но в последние годы тенденция идет к тому, что все-таки именно профессионально-технические колледжи и лицеи – это их выбор. Сегодняшнее мероприятие, оно как раз-таки покажет детям, что они могут делать в колледже приборостроения, какие профессии есть, что они могут делать руками. Всего в колледже приборостроения обучается порядка 500 человек. Это будущие электромонтеры, электромонтажники, слесари-ремотники, страховые агенты и наладчики технологического оборудования. К слову, с распределением молодых специалистов в заведении дела обстоят стабильно. Оно происходит более чем на 100 предприятий Брещены.